Привет, зритель! У меня тут грибной супчик. Мне кажется, я его хомячила в деревне на камеру телефонную. Где же у меня тут соль-то? А может, и не хомячила. Но в Инстаграме... Фу, в Инстаграм. В Телеграме я уже про него писала. У меня тут была еще одна банка, еще все, еще есть там на 2 или 3 супа еще хватит. Маринованных грибов. Который мне бабушка в прошлом году сделала. Тут, короче, все то же самое, только в том супчике не было чесночка. А тут я что-то зубчик еще кинула чесночка. У меня тут вот с сегодняшнего дня, не считая того, что я тут немножко купила, что-то чуть меньше, чем 300 рублей. Начинается период жесткой экономии. Привет, Юля, которая была сначала в Питере, в Лавандер какой-то там номер потом. Новый ник я ее твой не помню. Потом она в Казахстан перебралась. И она, по-моему, не знаю, как всяк, но до недавнего времени она вроде тоже такая жесткая экономия была в режиме. Кошка. Нифигей. Тут в медленной варке у меня куриного, не куриное, как ее назвать так, утиная шея, по-моему, с ячкой, карри, укропом и солью будет делаться. Я хотела сначала рассмотреть, а потом думаю, а что я? Она так что-то как-то шумит, это больно сильно. Я тут хавать собираюсь, меня этот шум начинает раздражать, потому что я сегодня, помимо нормальных людей, общалась еще не совсем адекватными. Видимо, неадекватные люди своим негативом заражают, ну, как бы портят настроение другим людям, или гонят свои негативные эмоции. Короче говоря, я решила засунуть медленной варку. Тут у меня какой-то цезарь, ролл или что-то в этом роде. Ну, в общем, о том, как я неудачно сходила в попытке купить курочку, которую вот этой щучилке тоже пообещала. Вашан, ты можешь почитать, тереги. А это я в какой-то пекарне купила. Домовая кухня, пекарня, не знаю. Ну, короче, она рядом с налоговой, вот если яйцом налоговой стоять, то справа налоговая, а слева эта пекарня. Вот я там что-то увидела такое. Купила там две кружки, значит, колечко с орешками. Я подумала, можно сейчас немножко себе такое вкусненькое купить, а потом влезть в долги, оплатить полностью окно, ну, этот балконный блок это называется, выход на балкон с балкона, с комнаты. А потом в середину июля отдать эти долги. И вечером мне еще придет мастер, который был залять от окна. Ну, это все где-то от 30 тысяч. А денег у меня, не считая полторы тысячи на житие, ну, в общем, отложено у меня 19 тысяч. То бишь мне надо где-то еще 11, если не чуть больше, взять в долг. 8 мне уже пообещали в долг. А остальные, я как бы с подружкой договорилась, на примерную сумму, что она типа да-да, только точно вот там-то к определенному числу вернуть на воду. Мм, кошка! Не поверишь, тут какое-то мясико. Я могу тебе даже его сейчас дать немножко. Может, ты поунюхала, и поэтому от меня ластишься. Может, эту штуку надо было подогревать? Я даже не стала ничего есть. Я думаю, приеду домой, помою посуду, свой рисунок потом поем. Вместе с супом. Если у тебя, зритель, остались маринованные грибы, либо тебя кто-то угостил маринованными грибами, это, кстати, опята. А они у тебя не пошли, как у меня. То ты можешь сварить дофига бюджетный, очень вкусный супчик. Тут, короче, зажарка на подсолнечном масле. Лучок и морковка. Кусочек сливочного масла я уже в сам суп закинула. Две картошины такие. Магните купила специально для этого супа. Ну, сначала очистила картошку, порезала ее, помыла, порезала. Закинула, в кастрюльку залила. Фильтрованной водичкой. Немножко укропчик оттуда кинула. Молотого, свежего, солью. Поставила, пока она валилась, я зажарку сварила. Потом зажарку туда заделала. И достала грибочки, отсыпала их немножко на тарелочку. Прям в тарелочке порезала ножичком. потому что некоторые крупные, а некоторые не очень. Добавила еще перьев молотный. Ну, короче, у меня зеленый лук порезанный есть. зубчик чеснока вот этот раз еще кинула. И еще немножко укропчика. Ну, он у меня еще минут 10 поварился вместе с грибами. Покрылся крышкой. постоял. И вот, вкусненький супчик. Сожрела, конечно же, да, кошка? Тут, походу, дело кури, что салатные листчики. Я от начала думала, ну, как бы оно такое, ну, что салат цир, я сейчас подумала, что там реально салатик такой, булочку завернутый. Еще будет прикуску удобно. Потому что на второе как-то булочку есть. Хотя у меня есть там еще хлебушек. Вот туда бы еще сметанки, а еще это забыла купить. У меня в семи грибах там были эти перчики. кружочком. У меня вот пока суп-то не попали, а в тарелку-то на мою части не попали. Перчик кружочком. Случайно раскусишь и будешь ты дракончиком. Суп я еще сварила. Ко мне подружка собрали, как собирается ведь что. Я ей вчера еще пообещала сегодня суп сварить. Потому что что-то вчера у меня как-то еды особо не было. А был тот суп, который ну, такой, типа, бульончик. и чисто на полчеловека. И в итоге пришлось довольствоваться бутербродом и сыром. который я сегодня хотела снова купить в Ашане, но его уже там не было. Сыром назывался Винтис. За 600 рублей за КГ. Что, в итоге у меня тут одна жидкость. Почти. С немного лучком, картошинкой, которую не подцепить. И укропчиком. И много-много масляных кругочков. Блин, как бы те цепануть того. Поймалась картошка. А нам урлычек тут. Кошка, я дам сейчас тебе еще, наверное, кусочек. Как, ну, На. На, на, на. А, вот у меня бумажный салбеток. вот, не смогла купить курочку в Ашане. Зато, внезапно, курочка попалась в этом ролле. я сначала думала, может, эти шеи в фольге запечили, что вообще никогда не делала. шеи утины и утку, да, вообще, по-моему, никогда не ела. Сознательно точно. Это носик, кабанчик, медведик, еще, да. Вот, она, да. Я что-то и ложку-то взяла какую-то слегка плоскую. Слушай, зритель, тут все свои, да? Конечно, так за столом не советую сделать, но мы с тобой тут практически друзья. Тут даже гулять есть. и, кажется, зеленый лук. Знаю, что-то сто с чем-то. Ну, что там плюшки по 29 две штуки. Колечко 55. У меня вышло... А вот сейчас, сейчас, кстати, гляну, сколько мне вышло это все. 278. Короче, 278, минус 58. Потом минус 55. И вот то, что останется, это вот цена этой штуки. Я хотела вообще зайти в одну пекарню, но как-то я туда зашла со счетом купить вкусняшек дофига. А меня усиленно игнорировали. Может, я как-то это такая супер незаметная была. На мой вид не реагировали на мое подойти, пожалуйста. Тоже никак. Я минут 10 прошивалась и вышла. Думаю, ну и ладно. А в этой самой пекарне и подружки покупают и родственники думают, что же так-то? Может, у них завод как-то изменилось, а в итоге иду, смотрю, на луковой какая-то как-то так вкусно, хлебушком пахнет. И вдруг вижу в углублении такой магазинчик. Там все очень даже так прилично напоминает реально, я не помню, как называется, может, правда, что-то на домовой кухне напоминает как в Волге которая кафешка и столовая, сейчас не знаю, она вообще у нас функционирует, как-то ни к чему. Продавали себя вот так не развес всякие готовые вкусняшки. Также было, когда на пятерке в Яльке жила в общаке, когда в Кульке училась, там был такой один магазинчик, там вплоть до вареной картошки в очистках или о вареной картошке без очисток продавались так же, это готовая блюда. Вот он тут есть, зеленый лучок, огурчик, салатик, куришка, ну, какой-то там челосклерушка. Вот, конечно, надо было хлеба, с этого хлеба чая нарисую на запивашечку. Причем, видите, знаешь, я была даже сегодня там, где корейские салаты эти, роллы, сушу, все такое. Я что-то так подумала, да, у них когда цена выросла, а качество как-то изменилось немножко, думаю, уж лучше я как-нибудь с ними приспичит сама сделаю, куплю рыбы, посолю ее и все вот это загеморюсь. Ну да, я бегала по городу пешкодалом, доехав до определенного места на автобусе, по местам фильм, который делают пластиковые окна. Сравнивала цены, узнавала еще как, зачем. там где-то в глубин коп я вижу помидорку кусочек. сверху буря и огурцы, снизу помидорку. я еще что-то подумала, оно мне напоминает мороженое в афельном стаканчике. Так же вот сидишь, если, допустим, при луках под церковью или на лавочке, от бумажки освобождаешь и догрязаешь. Кошка, не поверишь, там еще мясико есть. Я понимаю, что то, что со мной можно сделать, я даже делала, можно даже при случае лавашек самопадной сделать. И лавашек я тоже как-то делала. Но так как мне, скорее всего, в ближайший месяц предстоит жесткая колобя, оно как-то выпрыгивает с двух сторон. А вот реально как ломбирчик в стаканчике. То можно же иногда один раз так себе позволить. Позволить. Может, я на паузу поставлю, а чай потом попью уже отдельно. Тут уже просто бумажка, тут нет мяса. Вот. Кофе тоже куфай куфай, а вся еда есть в мир упрочем. Вот это я понимаю нормальные отношения к клиенту. Сегодня мы к вам не позвоним, завтра не позвоним, а завтра просто сброс делаем. КОНЕЦ КОНЕЦ Вкусняшка. И булочка и курочка. Два в одном. КОНЕЦ Просто хозяин жмот. Хозяина еще тебе не осталось. БОЛЬШЕ 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 Не слишком ли я просылок? Булочки Плюсочки Выглядит эти клюшочки так как бабушка делала допустим Так как в столовке какой-нибудь педовской делали Или Куйковской Или в третьей школе Вкусная водка Что-то лапка чешет Метель Готовая Украина Метель 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 Наразавраем Метель я вот только думаю там налички как у предыдущей компании платить или можно ну как бы карту расплатиться потому что это как бы магазин да и и Она, наверное, легче не осилил Просто такого большого булка-кушка Давай, пёсточка Как-то по времени это, наверное, полдник, но у меня это случился обед, потому что я потом шарахлась Фух, успел пожрать Спасибо, зритель, за компанию Надеюсь, ты тоже пожрал Пока Чавк, чавк, чавк